Очень много зрителей пытаются вменить иллюминату страх перед мусульманами. Дескать, зассал. Нет, на канале ролики с самым высоким качеством и более длинные. Про ислам. К слову, обвинение в высасывании из пальца такое себе. По факту мне нужно делать еще длиннее ролики, чтобы транслировать или опровергнуть ту или иную информацию. И естественно, вы поленитесь смотреть полуторачасовые ролики или проверять достоверность источника, транслируемой мною. Чтобы вы понимали, я каждый ролик закрепляю источниками. В описании оставляю ссылку на статью, где удобно по гиперссылке пройти и оценить компетентность источника. А вот наша религия не дерет из налогов деньги. Мы сами платим деньги за строительство и реставрацию мечети. Видите, как хорошо? Бабах, это последний ролик про ислам. Разберемся во всех паттернах и выясним, сколько стоит, чтобы мечеть построить. Праздник Рамадан как предмет санкционированного митинга? Самолинчевание или верный способ жить здорово? Почему в скором времени все православные начнут изучать Коран? Кстати, привет! Меня зовут Никич. Этот ролик на 100% будет лишен монетизации, а это влечет за собой очередные ограничения от Ютуба. Но! Если каждый из зрителей не поленится нажать лайк или дизлайк и напишет 5-8 комментариев, а лучше всего какой-нибудь конструктивный, то мы опять войдем в тренды и в рекомендованные. Да, если вы хотите быть в курсе, заблокировали этот ролик или нет, а также анонсы новых стримов, подписывайтесь на сообщество ВК и Телеграм Тейлуминат. Ссылка в описании. Про мечети В России, по данным Росфантаста, ислам на втором месте по количеству недвижимости и религиозных организаций. Всего составляет 5954 здания на момент 22 апреля 2019 года. И, безусловно, данная цифра почти в 4 раза ниже, чем у Русской Православной Церкви. А в связи с последними событиями в Екатеринбурге, есть надежда, что Росцерквей остановится. И я надеюсь, что после этого ролика остановится ехидный восторг мусульман, так как реставрация и строительство мечети тоже производится за счет денег налогоплательщиков. Так-так, где там деньги взять? Где деньги взять? Давно известно. Домашние деньги. В 8 800 5 5 5 5 3 5 3 5 Проще позвонить, чем у кого-то занимать. Про агрессию и Рамадан Возможно, вы знакомы с агрессивным темпераментом мусульман. В комментариях к постам ВК, одноклассников, или в комментариях с критикой ислама и Аллаха, которого, кстати, тоже нет. Но вдруг мусульмане будут смотреть этот ролик и не догадываться об этом? Есть такие. Сквозь я напоминаю, что проявление агрессии, да даже бомбить в комментариях, это харам. Не будьте кафирами. Тем более в пост. Говоря о свободе слова и свободе вероисповедания, которые гарантирует нам Конституция РФ, нельзя пройти мимо традиций и праздника Рамадан. Так, к примеру, в 2016 году был арестован имам Махмуд Велитов. Человек занимался менеджментом исламской скрепы в московской мечети Ярдам. Данного кадра в утырский суд отправил под домашний арест за публичное оправдание терроризма. Ему пришили уголовное дело по части 1 статьи 205.2. Благодаря более вменяемым исламским зрителям я узнал, что богословы расплодились как грибы. И не каждый из них компетентен в некоторых вопросах скрепы. После выхода в тренды предыдущего ролика, где была связь с соблюдением поста у трех религий, в мою сторону были обвинения в том, что я солгал о том, что пост Рамадан по техническим причинам допустимо не соблюдать, если ты соблюдаешь намаз. Можно ли не возмещать посты, пропущенные с прошлого Рамадана по причине кормления, а возместить их потом, то есть после этого Рамадана? Исана не могла в течение года восстановить, возмещать эти посты. Да, в этом году будет Рамадан месяц поститься, после потом можно восстановить оставшись за кормление или же за то, что месяц не шли, не постился. Это тоже потом восстановят до следующего Рамадана. А вот по поводу несоблюдения ежедневного намаза я действительно совершил ошибку. Простите меня, пожалуйста. Это была ошибка в том, что я не продемонстрировал отрывок беседы с шейхом Абдуллахом. Очень часто и во время прямых эфиров и так задают один и тот же вопрос. Вообще это действие распространилось среди мусульман, не знаю, всего Кавказа, но в Дагестане это очень часто бывает. Человек спрашивает, есть ли смысл держать пост, если ты пока еще не начал читать намаз? Начни молиться, все это уже не делай намеренно. И начни молиться, и продолжай поститься. Не услышишь меня от меня, чтобы остался пост, за то, что не можешь? Нет. Пост тоже держи и начни молиться тоже. Без намаза пост не будет, потому что без ислама деяния ислама не будет. Намаза это самый высший, самый сильный столб ислама. Конечно, иное мнение тоже из ученых, что это мусульманин, этот пост он аж тоже получит. Это мнение очень многих ученых ислама. Лично для меня этот богослов и прочие ученые ислама, у которых разная точка зрения, не являются авторитетами. Но, если вы вдруг узнали и согласны, ставьте класс и напишите свое мнение по этому поводу. Является ли этот человек авторитетом? Да, да, зрители мусульмане, вот именно вы, ответьте, пожалуйста. Возможно, вам неизвестно, что в пост Рамадан или же до него люди нарочно истощают свой организм. Множество случаев произошло, когда мусульманин, строго соблюдая пост, при поклонении тупо умирает. И самое ужасное то, что среди родственников очень много восторженных, что его забрал Аллах. Вот просто заебись! И даже при условии подписания проектов о выдаче паспортов РФ Владимиром Путиным, ни через 30, ни 50 ислам не станет популярной или главной религией мира, которой весь мир будет преклоняться. Благодаря такой специфике Рамадана уже естественный отбор сделает все сам за себя. И черт возьми! Радоваться здесь нечему, так как в голове не укладывается традиция так сильно рисковать жизнью. Так, так, а что это тут у нас? Несанкционированный митинг, значит, да? В Москве полиция задержала 27 человек во время религиозного обряда намаз. И вот, мусульмане, обратите внимание, что плевать они хотели на законное право свободы вероисповедания. Это ситуация палка двух концов. Если мы сейчас будем поощрять этих ребят за волю к соблюдению традиции и что они без мечети способны верить, это может быть пособничеством. А если начнем осуждать за нарушение закона, то, чё, это станет признаком религиозной неприязни, что ли? Это категорически не является целью моей деятельности и вообще канала. Еще раз, мы здесь собрались для борьбы с пиздоболами и мракобесами, а также выявления античеловеческого отношения, как со стороны власти, так и со стороны людей, омраченными догмой. Ну а теперь самое интересное. Про педофилию и гомофобию Множество мнений общества складывается к тому, что пророк Мухаммед имел сексуальную связь с несовершеннолетней девочкой Аишей. Но секундочку, это не плагиат счастливой семейной жизни святого Иосифа с молоденькой девой Марией. Дело в том, что измеряя возраст в кавычках девятилетней Аиши, необходимо давать себе отчетность, о каком календаре идет речь. Напоминаю, что их множество. И как говорит Википедия, она родилась в 614 году по юлианскому календарю и была помолвлена в 620. Ну окей, допустим, что Википедия нам нагло врет, говоря уже о шестилетней девочке. Но чтобы все расставить на свои места, следует изучить всю хронологию событий из Корана. Там, в принципе, описано все по датам, что, безусловно, лично от меня респект за достоверность событий. Лично я в Аллаха не верю, но я верю, что был так управитель Мохаммед. И так как изучение Корана было бы изнурительно долгим, особенно без знания уникального арабского языка, который далеко не похож на нынешний, мы обратимся в авторитетный для меня источник, на основе которого я делал ролик о списке запретов в исламе. Ребята, составляющие эту схему, решили сбросить на все оковы вычислений. Ведь в каждом календаре имеется индивидуальное количество дней. И, таким образом, мы можем иметь в виду, что той самой Аише было около 19 лет. Солгали ученые или нет, останется уже на их совести. По крайней мере, ролик про запреты ислама основывался на этот источник, и 90% зрителей мусульман не выражало претензии. Ну, а мое атеистическое комьюнити знатно лолзануло, кстати, среди которых были и бывшие мусульмане. Что, опять же, несомненный плюс, так как давно пора восставить этот религиозный догмат, который не способен существовать в современном мире толерантности. Порой догма ведет себя по-хамски и деструктивно по отношению к лицам нетрадиционной ориентации или же идеологии, пример феминизм. Если же вы, мусульмане, досмотрели ролик до этого момента, то задайте себе вопросом, способны ли вы жить в такой среде, обнять человека, как своего брата, если он атеист, или же верит в макаронного монстра, феминистка, лесбиянка или представитель ЛГБТ-сообщества. Будьте честны. Заслуги ислама В настоящее время из ученых ислама остались только теологи, которые, кроме философии, ничего нового и не производят. Но стоит отдать дань уважения людям, которые в золотой век этой конфессии сделали нашу жизнь проще. Это Аль-Харизми. Человек, который подарил нам алгебру, и благодаря его вычислениям вы способны видеть и слушать меня на расстоянии. Так как для IT-разработчиков, электриков и множества других способствующих профессий важно знать алгебру. Сходу вспоминается Бакар Ибн Аль-Касим Аль-Маусилий, который изобрел полуиглу для удаления катаракты методом отсоса, последствия которой было модифицировано другими людьми не из ислама, в том виде, который мы привыкли видеть. Астрономия, биология, география. Привет плоскоземельщикам! В общем, список действительно приличный, который претендует на целый ролик. Но тем не менее, в настоящее время, благодаря изменению менталитета и догматическому омуту, у ислама полная фиаско, в принципе, как и у любых других конфессий авраамического происхождения и не только его. Поймите, я хочу донести до вас простую истину, что прежде всего необходимо трезво оценивать происходящую ситуацию. Не мне, да вообще никому не будет выгодно щемить или омрачать ислам. Так как чем больше идет гнет на меньшинство, тем упорно его защищает общество. Без доли осознания несет это деструктивный характер или нет. Наука, кино и игроиндустрия с каждым годом хоронятся благодаря идеологическому догматизму. Где эта народная критика в сторону популярных представителей? Почему пользователь сайта с 70 тысячами подписчиков смог признать совершенные ошибки, исправить и призвать людей думать 50 оттенками серого? А большинство этого не делает. Да блять, вы серьезно? Вы серьезно? Я, человек, который против исламофобии, сделавший ролик про исламофобию, порекомендовал вам два канала про ислам. Все, с меня хватит. Субтитры сделал DimaTorzok